Анастасия Евстафьева на протяжении 9 лет занимается плаванием. Вот уже несколько дней тренировки проходят в новом бассейне. Юная спортсменка рассказывает, из-за того, что старый бассейн был меньше, готовиться к крупным соревнованиям там было неудобно. Ну а теперь, признается девушка, у нее появилась отличная возможность приезжать на различные турниры, более подготовленные, и улучшить свои показатели. 25-ки было неудобно, потому что мы выходим на соревнования в 50-метровом бассейне, и мы не привыкшие, там другая вода, и расстояние бассейна совершенно другое. А в 50-метровом мы сейчас будем тренироваться, и будем выезжать на соревнования в 50-метровом бассейне, и будем лучше плавать. Есть трудности, конечно, потому что мы не привыкшие, потому что 25 метров – это меньше, в 50-метровом намного длиннее, и руки устают, все забиваются, но быстро привыкаешь. Заниматься в новом 50-метровом бассейне с 10 дорожками воспитанники Дю США номер один начали с понедельника. Он построен в соответствии со всеми современными стандартами. Два основных этажа плюс цокольный. Имеется также и зал для сухого плавания. Здание построили в рамках государственно-частного партнерства. На все работы потратили 2 миллиарда тенге. На окнах и потолках не собирается конденсат благодаря современной системе вентиляции. Пока адаптация идет, к этому бассейну привыкнуть с малой воды на большой переход тяжелый, пока еще адаптируемся. Все хорошо, все замечательно. Плаваем сейчас, просто было жарко, разобрались, вытяжку включили, приток воздуха. Это, ну, вроде бы комфортно становится. Руководство Дю США отмечает, что сейчас пропускная способность позволяет увеличить число занимающихся в два раза. Поэтому в мае и июне они проводили дополнительный набор в группы. Следующий планируют в августе. А вот старый бассейн в трудовых резервах, говорит заместитель директора Дю США номер один, закрыт и не подлежит эксплуатации. Но дальнейшая его судьба пока неизвестна. На сегодняшний день тестируют бассейн спортсмены. Во главе с тренерами-преподавателями население города мы готовы будем встретить в сентябре месяце. По той причине, что в августе, как мы знаем, в области будет ремонт газовых сетей. Поэтому подача газа будет завершена. И, соответственно, в бассейне отопление и горячее водоснабжение тоже будет отключено. Поэтому в сентябре полноценно мы встретим горожан. Правда, стоимость и график для посещения бассейна пока не утвердили. Наталья Сухачева рассказала, что планируется набрать коммерческие группы для желающих научиться плавать. Но это все в сентябре.